Глава государства высказал недовольство качеством интернета. Он посетил ежегодный международный технологический форум Digital Bridge. Как заметил президент, нам еще многое нужно оцифровать. Пока у нас есть камеры, которые передают данные в облако, сенсоры, следящие за температурой, есть беспилотники, которые осуществляют топографическую фотосъемку, работают роботизированные погрузчики, есть даже 3D-принтер. Но это лишь мизерная часть, говорят эксперты. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью, считает президент. Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес. Это существенно сократит сроки, снизит коррупцию и стоимость строительства. Основные строительные компании осваивают огромный объем госсредств для строительства жилья, школ, больниц и дорог. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую ни в какие ворота не лезет. Это приводит к возмущению граждан, заявил Токаев. Что же мешает цифровизации? Беспокойство вызывает такой фактор риска, как попадание людей в цифровое рабство. Когда вся информация о человеке будет храниться в одном месте, в электронной форме, ее хищение может быть проще. Риск утечки персональных данных особенно велик, если речь идет о банковских счетах граждан, их имуществе, социальных выплатах. Это создает предпосылки для массового мошенничества. Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность. Самый основной юзкейс – это как сделать жизнь людей лучше. Нужно те продукты, с которыми люди соприкасаются, надо их сделать лучше. Как заявил Токаев, по оценке Сименс, 80% местных промышленных предприятий имеет крайне низкий уровень автоматизации на уровне индустрии 2.0. Напомню, мы живем в эпоху индустрии 4.0, отметил президент. Не все предприятия готовы внедрять эти технологии в производство, потому что это очень дорого. Также глава государства вновь высказал недовольство качествами интернета и связей в стране. Рекламируются одни параметры интернета, а по факту предоставляются совершенно другие. И не в сторону улучшения. Расхождение, по моим данным, даже в столице может достигать 40, а порой и 50%. Это, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Это означает, что в обязательном порядке должен быть обеспечен доступный по цене и скоростной интернет, для того, чтобы можно было выходить в облако вне зависимости от того, где граждане находятся в Казахстане. По последним данным, планируется привлечь миллиард долларов или около 500 миллиардов тенге на развитие цифровизации в ближайшие пять лет. На базе Назарбаев университета совместно со Всемирным банком создается национальный кластер искусственного интеллекта. Боржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42